Друзья, всем привет! В этом видео предлагаю подборку ТОП 6 тем для оболочки MIUI 11. У всех у нас разные вкусы, поэтому в этой подборке будет 6 тем, которые порекомендовали именно подписчики моего канала. В комментариях я часто спрашивал, какими темами вы пользуетесь. Я отобрал самые, которые на мой взгляд более интересные. И в этом видео мы сейчас делаем обзор. Если кому понравится, вы можете установить и освежить свой интерфейс. Темы будут как технологичные, так и более природные. Всем приятного просмотра! Для того, чтобы все темы были доступны в магазине тем, необходимо в настройках телефона регион изменить на Индия. После перезагрузить телефон. После установки темы в настройках регион можно вернуть на тот, на котором вы пользуетесь. Темы, на которые я делаю обзор, можно искать через поиск по названию. Я буду на каждом названии останавливаться и говорить. Также я продублирую название в описании под этим видео. Итак, первая тема называется Science Technology. Это очень технологичная тема. Нажимаю кнопку «Применить» и начинаем обзор. Итак, на что самое первое цепляется взгляд, это такой вот технологичный виджет. Двигаем телефоном и он плавает. Такое ощущение, как будто идет объем туда вдавленный вовнутрь, как 3D идет эффект. И еще вот при движении идет такое вот движение. Фон обоев идет такой звездный, причем идет анимация звезды, вот как будто они падают. Значки полностью изменены, причем эта анимация преследует нас на каждом рабочем столе. На первом, на втором, на третьем. И везде она динамичная, она двигается в зависимости от положения телефона в пространстве. Вот так это очень круто смотрится, друзья. Захожу в настройки, здесь все без изменений, все по стандарту. Захожу в инструменты, здесь тоже значки полностью изменены. Полнейшая переработка. Шторка, шторка, шторка. Что касаемо шторки, здесь все по умолчанию. Включаю темный режим. Вот таким вот образом это все смотрится. Обычный темный режим, стандартный MIUI 11. Одна из сильных сторон этой темы, это экран блокировки. Захожу в экран блокировки, и здесь интересная анимация плюс функционал. Интересная анимация для разблокировки экрана в виде подэкранного сканера отпечатка пальцев. Сканер отпечатка пальцев. Не обязательно на вашем телефоне должен быть подэкранный сканер отпечатка пальцев. Все работает вот таким вот образом. Просто так нажимаем, и идет как сканирование пальца. Конечно же это просто имитация, но достаточно эффектно смотрится вот таким вот образом, как сканирование пальца. Странно, почему нет такой интересной анимации в MIUI 11. В центре, в центре кнопка play, которая запускает музыку в плеере. Внизу органы управления, влево-вправо мы можем перематывать и нажимать кнопку stop. И внизу у нас быстрый доступ к камере, к сообщениям, браузер и звонилка. Виджет времени вверху тоже, кстати, достаточно технологичный, плюс влажность и все параметры интересные отображаются. Вот такая интересная тема. Продолжаем дальше. Следующую тему оценят фанаты фильма «Звездные войны». Тема называется Global Version 11 Star Wars Edition. Окей, устанавливая эту тему, нажимаю кнопку применить. Отправляюсь на рабочий стол. Тема сама по себе темная. Обои темные, но на фоне идут небольшие звезды. Вверху понятный читабельный виджет времени. Иконки немного изменены, что касаемо цветовой палитры. Тема идет полностью темная. Заходим в настройки. Акцентный цвет иконок идет полностью красный. Друзья, смотрите какой акцентный красный цвет. Очень яркий. Такие идут многогранники. Полностью иконки здесь переработаны. Включаю темный режим. В принципе ничего не поменялось и ничего не послетало. Хоть темный, хоть светлый режим, тема все равно темная. И очень приятная фишка на экране блокировки. Опа, и вот такая вот интересная анимация. Плюс виджет времени достаточно читабельный. Нажав эту кнопку, мы можем выбирать любые анимированные обои на экран блокировки. Кому что понравится. Вариантов здесь много. И анимация очень интересно проработана. И все обратите внимание в акцентном красном цвете. И вверху есть переключатель. Скорее всего это рандомайзер. Чтобы рандомно чередовались картинки. Но это лишь предположение. В китайском, к сожалению, я не силен. По умолчанию эта опция включена. Итак, едем дальше. Топ тема номер 3. Тема весна M11 версия 2.1. Друзья, у меня на канале уже был обзор этой темы. Но это обновленная тема. Мне эта тема очень понравилась. И она обновилась в лучшую сторону. Поэтому повторно сделаю обзор на эту тему. Применяю эту тему. Эта тема очень проработана до мелочей, что очень понравилось. Даже применив эту тему, мы уже видим, строка поиска изменилась. Значок, видим, поменялся. Отправляюсь на рабочий стол. Очень интересные обои. Слева и справа идут как динамики на телефоне. Как будто стерео такие динамики. Тема сама по себе темная. Виджет часов, даты, времени, погоды. Очень читабельный, очень крупный. Анимированный и очень информативный. Иконки. Иконки полностью изменены. Причем вот с анимацией. Интересные. Проработана даже строка состояния. Полностью аккумулятор, Wi-Fi. Все перерисовано. Захожу в настройки. Вот такими вот блоками все сделано. Причем захожу в подпункт. Тут тоже полнейшая переработка. Причем все очень читабельно и понятно. Обратите внимание на жесты. Делаю возврат назад. Какой эффект? Шторка. Опускаю шторку вниз. Выключатели, переключатели полностью изменены. Очень красиво смотрятся. Очень понятные. У меня было на темном режиме. Включаю светлый режим. Ничего не послетало. Тема поддерживает и светлый режим. Захожу в настройки. Здесь тоже все блоками, но уже в светлом исполнении. Захожу в подпункты. Тоже полнейшая переработка. Экран блокировки. Самый стандартный, самый обычный. С интересными обоями. Стоит присмотреться к этой теме. Возможно, она вам понравится, как и мне. Следующая тема называется 3D Tech J версия 10. Окей, применяю эту тему. Отправляюсь на рабочий стол. Виджет времени и даты очень и очень крупный в цифровом исполнении. Обои в виде интересных ромбиков. Интересное оригинальное дизайнерское решение иконок. С такой вот тенью, либо подсвечиванием внизу. Захожу в инструменты. Вот таким вот образом это все смотрится. Захожу в настройки. Здесь все по стандарту, по умолчанию. Шторка самая обыкновенная. Стандартная MIUI 11. Темная тема поддерживается. Самая обычная. Но интересный очень экран блокировки. Захожу в экран блокировки и смотрите, какие у меня секунды и такая вот как лазерная подсветка в виде стрелки. Очень круто смотрится. И кнопка быстрого доступа. Нажимаю на этот квадрат. Звонилка, плеер, доступ к камере телефона, сообщение и цифровое дата и время. И типа сканер отпечатка пальцев для разблокировки. Зажимаю, держу и попадаю на рабочий стол. Следующая тема One UI в версии 11. Применяю эту тему. Понравится тем, кто перешел с телефонов Samsung с оболочки One UI. Здесь похожи иконки. Виджет времени и даты такой интересный, понятный. Обои тоже достаточно приятные. Шторка самая обычная. В светлом режиме идет такой фон шторки полупрозрачный с таким вот розовым градиентом. Достаточно приятно смотрится. Цветовая палитра, цветовая схема в этой теме очень интересные. Ну и плюс захожу в настройки. Здесь все изменено, что касаемо иконок. Полная переработка. Ну вот похожий на стиль Samsung. Экран блокировки самый обычный. И смотрите на виджете, какая анимация, если мы возвращаемся с предыдущего рабочего стола. Самый обычный экран блокировки, понятное читабельное время, дата и нормальные обои. Следующая тема. Natural is here. Применяю эту тему. Что меня удивило в этой теме, так это иконки. Иконки какие-то сплюснутые, прямоугольные, такие нестандартная геометрическая форма. Не такой стандарт, как мы привыкли видеть. Это придает какой-то уникальности, оригинальности. Шторка самая обычная. Темный режим поддерживается самый обычный. Захожу в настройки, здесь все по умолчанию, ничего не переработано. Виджет времени погоды очень большой, расширенный. Если мы тапаем по этому виджету, то можем переместиться в дополнительное меню и смотреть погоду на 4 дня вперед. Интересный экран блокировки. Такая анимация идет. Разблокировка тоже интересная. Ну и анимация достаточно приятная. И такая вот идет, как подсветка солнца. Время и дата отображаются. Делаю свайп вниз и происходит разблокировка. Подключаю зарядку. И вот пошла такая энергия. Пошла вверх. Интересная тема. На этом все, друзья. Пишите в комментариях, какими темами интересными пользуетесь вы. Если эта подборка вам была полезна, не забудьте поддержать видео лайком. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео на моем канале. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok